Когда Россия отстанет от Украины и займется своими проблемами? Ну, видимо, когда режим в России поменяется, когда преступный режим будет, в общем-то, сметен и принесет ответственность за все свои деяния и преступления, которые он совершил на протяжении последних 21-го года. Звучит практически как никогда, но, надеюсь, все-таки есть. Надежда умирает в последний. Давайте представлю вас и продолжим. Андрей Сидельников, политэмигрант и российский оппозиционер из Лондона. Сегодня в гостях на MyUA. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, которые помогают развиваться нашему каналу. А мы продолжаем. Будет интересно и полезно, как обычно. Как вы считаете, вы много лет провели в Лондоне. Со стороны вам виднее или нет, Украина сейчас разменная монета для России и, например, Запада, либо все-таки воспринимается как конкретный отдельный политический игрок? Нет, все-таки разменная монета, конечно, мне так считается. Это не так кажется. Вообще, в принципе, со стороны, живя уже 14 лет, я не называю это изгнанием, на самом деле, никакое изгнание. Я действительно уехал вынужденно и стал политическим иммигрантом. Но видеться со стороны на самом деле все острее, все очень качественно и четче. Что бы кто ни говорил, раньше, когда не было таких технологий, в общем-то, было принято говорить об уехавшем, что они оторвались от действительности, от корней своих. Сейчас такого не происходит, потому что в любом конце земного шара, в любой момент можно выйти на связь, приговорить, узнать информацию. То есть, собственно говоря, те, кто интересуется то, что происходит у них в странах, в которых они родились, для них совершенно это не секрет. И действительно видится все очень четко и не видится, на самом деле, изнутри. Так же, как вот теперь мы снаружи это замечаем. Плюс диаспоры общаются. Ну, безусловно, конечно. Я не знаю, опять-таки, считается, что российской диаспоры нет. Я, наверное, придержусь этой точки зрения тоже, потому что, если брать бывшие страны Советского Союза, все республики, то у каждой страны есть своя диаспора в той или иной стране. У России есть выходцы из России или граждане. Россия, живущая за рубежом, такие, как я, например. Но все по группкам сформированы, дружат против друг друга в зависимости от интересов и общаются в зависимости от интересов. Но вот четкого вот этого понимания диаспоры нет. И тем более в последние годы вот этот русский мир, который такой, скажем так, вообще неадекватный, который несется из российской власти, от российской власти в представительство этих родосотрудничеств, которые по странам отмывают деньги. Вообще-то логово, я считаю, всяких шпионажей и всего остального. Но вот, честно говоря, даже не хочется называться русской диаспорой или российской диаспорой, потому что, ну, как-то это сразу же вот принадлежность к этому преступному режиму ощущается. Портит имидж. А что думает, если не российская диаспора, то, например, русский Лондон? Я знаю, есть такое тоже понятие. Русский Лондон есть. Русский Лондон есть, но на самом деле есть даже русский политический Лондон, который, в общем-то, был основан моими коллегами, мной еще в 2010 году, когда начались активные протестные, протестные такое движение. Сформировалось, вот у нас сформировалось движение «Говорите громче» как раз в те годы, и, да, началась как бы такая история русского политического Лондона. Но есть просто русский Лондон, безусловно. Есть Лондонград, это отдельная история, как бы, соответственно. Да, много разных групп. Много разных групп, да. Что думает русский Лондон или русский политический Лондон, может быть, в целом группа выходцев из России, как вы сказали, о современной политике Путина? Понимаешь, что что-то не так или наоборот поддерживают? Ну, часть поддерживает, часть, собственно говоря, выступает жестко против, вот, соответственно, как бы, политический Лондон. Он совершенно такой ядро это, и у всех есть четкое понимание, что нынешний режим, он преступный, и нарушаются права и свободы граждан не только внутри России, но и, соответственно, как бы, вот Россия, к сожалению, большому стала международным преступником на арене, когда аннексировала Крым, например. Причем все равно не все это признают. Но удается ли донести ваше мнение оттуда, из Лондона, из Великобритании, жителям России непосредственно? Или не прислушиваются? Нет, вы знаете, как бы, ну, я не сказал, что удается. Какие-то вещи удаются, когда какие-то громкие акции проходят, а какие-то вещи не удаются. Ну, когда мы чувствуем, как раз, ответ власти, какие-то, опять-таки, вот, там, потуги, преследования, да, то, конечно же, получается, что, значит, мы так думаем, что, значит, мы делаем все правильно и хорошо, раз вот они так реагируют нервно, как бы, да, на какие-то вещи. Потому что пыталась посольство несколько раз подавала ноты, там, на меня, на моих коллег, значит, ноты протеста властям Великобритании, что мы не можем проводить якобы митинги. В России же этого нет, естественно, потому что нет ни выборов, ни судов, ни как бы, ни СМИ, ничего нету, а мы там свободно можем совершенно спокойно выйти на акцию протеста. И, собственно говоря, нас никто не будет ни разгонять, ни преследовать, потому что мы все делаем в рамках закона, а это разрешено. То есть там не надо просить, например, как в России, подавать заявку на митинг, да, собственно говоря. Если мы считаем важным и нужным по тем или иным проблемам выйти на митинг по тому или иному вопросу, то, собственно говоря, мы это делаем, полиция совершенно не занимается беспределом, и, соответственно, как бы мы можем делать то, что мы хотим. Так, а как в Европе относятся к пропаганде, которая постоянно звучит на российских каналах, на международных российских каналах? Кому, скажем так, больше прислушиваются и доверяют? Российским СМИ? Или вот позиции выходцев из России, которые устраивают митинги внезапно? Ну, позиции, если мы говорим про официальные власти, то, соответственно, никаких, ни о каком признании пропагандистских каналах, будь то это внутрироссийские каналы, либо которые, вот там, не будем называть этого канала, который выходит на международную арену, где, собственно говоря, в каждой стране ловят на лжи. Ну, надо сказать просто дело в том, что последние годы, ну, последние месяцы точно от российских представителей власти не было ни одного слова правды. Вот взять любого высокопоставленного человека, промониторить какие-то его интервью, и, собственно говоря, просто вы поймете, что просто одна ложь льется. Одна ложь, и, собственно говоря, поэтому было много предупреждений уже на один такой канал в Великобритании. Было закрыто агентство «Спутник». На самом деле, несколько месяцев назад, просто оно расформировано. К сожалению, там остается еще часть достаточно влиятельных, в общем-то, средств пропагандистских каналов российских. Ну вот, но доверения никакого нет, однозначно совершенно. Ну, нас приглашают в СМИ Великобритании, и не только. Ну, я не знаю, как доверяют они нам или нет. Опять-таки, я не могу уже говорить, в общем-то. Ну, во всяком случае, точку зрения, мы можем донести свое. Это важно. Да, безусловно, конечно. Как вы думаете, в самой России люди сейчас понимают уже, что Россия семь лет фактически ведет войну с Украиной? Нет, они не понимают. Это дело в том, что пропаганда, она не дает понять на самом деле, потому что, вот, хотя в последние годы многие заявляли о том, что там они не смотрят телевизор. Да, они, может, его целенаправленно не смотрят, но я знаю прекрасно, что он включен как фон. А этот фон тебе с утра до вечера говорит о том, что в Украине фашизм, в Украине, значит, бандиты, и, в общем-то, Украина там убивает своих граждан, ля-ля-ля-ля-ля такое. То есть, опять-таки, вот эта пропаганда, она не дает возможности людям думать, а потом все-таки насколько сегодня, я бы сказал, общество запугано стало уже, потому что все прекрасно видят. Да, вот шаг право, шаг лево, и все знают последствия. То есть здесь уже идет как бы даже не цензура, которая, безусловно, присутствует, однозначно она в России есть, а тут уже люди самоцензурой занимаются, потому что они понимают последствия от их действий, от их высказываний, от их каких-то заявлений. Это похоже на годы сталинских репрессий? Ну, возможно, похоже, но у нас, слава богу, пока нет таких все-таки расстрелов, когда, и хотя людей действительно арестовывают, забирают и сажают, но это, конечно, не в том количестве, как это было в сталинские годы, безусловно, пока. Но мы видим уже, что власть переключилась от политических активистов, переключилась уже на граждан, на владельцев соцсетей, на каких-то блогеров, на комиков, собственно говоря, на людей, которые всю жизнь бегали от политики, потому что понимали, что их это может коснуться. Но они считали, что раз они политикой не занимаются, их не коснется. А вот касается, касается это бизнеса уже, на самом деле, который как-то так получилось, что вот я не помню фамилию, сейчас вот сидит какой-то топ-менеджер какой-то компании, который прям пишет, что в стиле Сталина, кстати, господин президент, произошла большая ошибка, товарищ Сталин, знаменитое такое письмо. Он говорит, я патриот, я, собственно говоря, я же вот свой, я же все как бы, как же, я россиянин, он прямо из-за стенков. Ребята, простите, вы воровали в бюджете, значит, совместно деньги, вы как бы сделали какие-то, кого-то там кинули внутри, а мы должны вас теперь как бы защищать? Нет, простите, когда убивали моих соратников и друзей, Бориса Немцова, Леоню Петельковскую, собственно говоря, где они были? Им было совершенно насрать, по большому счету. Или вот сидит блогер Хованский, тоже плачевное письмо вчера написал. Дорогой мой, опять-таки, где ты был, когда нас на митингах избивал ОМОН, когда нас сажали, собственно говоря, в тюрьмы? Где ты был? Тебе было все равно? Ну так вот все, теперь сиди. А тот увидел, что оказывается это беззаконие. Мы об этом говорим уже 20 лет, но нас никто не слушал. Ну и получите, распишитесь называется. В России полностью уничтожена оппозиция, остались только граждане с оппозиционным мышлением на сегодняшний день, потому что оппозиция либо убита, либо в тюрьме, либо в изгнании на сегодняшний день находятся вот таковые обстоятельства. Поэтому власть уже и приключилась, уже просто кого брать? Там нет ни одного оппозиционера. Только с языка сняли. Как раз хотела спросить, как вы считаете, есть ли единая и реальная оппозиция? Нет, нет, все разгромлено. К сожалению, большому за все эти годы разгромлено. Действительно, уже, в общем-то, у нас выжившая оппозиция, она находится за пределами России. А такие люди, как, например, Варламов, лидер общественного мнения, вижу, что в последнее время его часто обвиняют в том, что он псевдо-оппозиционер, и на самом деле... Ну, во-первых, он не является оппозиционером. Во-первых, он блогер, видимо, неплохой блогер, у него достаточно большое покрытие. Вот. Но, собственно говоря, он как сотрудничал и брал деньги с власти, так и это продолжается. Мне кажется, даже никто и оппозиционером, я не знаю, почему вы считаете его оппозиционером, у нас он не считается никаким. Это по заголовочкам. Мурзилка. Вот Мурзилка, собственно говоря, у нас как бы так это и принято говорить. Что с Навальным? Навальный сидит. Ну, Алексей, на самом деле, как бы я не знаю, почему Алексей вернулся в Россию. Я не считаю, что это героический поступок. Алексея предупреждали, не только, в общем-то, как бы я, его ближайшее окружение об этом говорило, что его посадят. И дело в том, что Алексей надеялся, что те, скажем так, околовластные фигуры, которые ему помогали все эти годы, они смогут помочь ему и в этот раз. Но они проиграли, поэтому, собственно говоря, он сидит, и он будет сидеть, пока Путин находится у власти. У нас тут в Украине еще часто звучит такое мнение, что вот, когда уйдет Путин или вдруг его не станет, резко все изменится и наладится. Насколько это действительно вероятно и смена президента России изменит, например, отношение к ситуации в Украине? Или там уже есть определенные консультации? я вам могу сказать, что дело сейчас уже совершенно не в Путине. Путин построил, на самом деле, вот этот преступный режим, который, эту систему, которая не даст возможность любому другому, скажем так, лидеру или президенту что-либо сделать в нормальном ключе. Другое дело, что, безусловно, будет какая-то такая, так называемая, оттепель, если судить просто по истории, потому что история все равно по спирали как бы, да, идет. Но я бы не обнадеживал изменениям отношения к Украине. Единственное, что просто в тот момент может быть какие-то другие вопросы перевесят украинский конфликт, войну или что-то еще. Поэтому здесь может быть, ну, то, что теперь будет, безусловно, но она не приведет, опять-таки, через какое-то время все вернется на круги своя, потому что либо мы уничтожим эту систему, либо система уничтожит, в общем-то, всех нас. То есть как бы здесь такой момент. Они по одному выдергивают, по одному, собственно говоря, уничтожают, преследуют, убивают. Поэтому здесь, конечно, мы стараемся... И вообще Запад ведет себя в рамках правового поля, да, но когда мы видим там Литвиненко, Скрипаль, там еще убийства были разные, Березовского, опять-таки, убили, на мой взгляд. Здесь ничего противопоставить невозможно. То есть это когда вот садимся играть в шахматы, да, а оппонент достает, как бы, дубину и по голове шарашит, да, как бы, Вот это вот такие же. Или садимся играть в шахматы, а они играют в Чапаева. Это вот такая вот получается... От них ждать, во-первых, каких-то правовых и действий в рахмах законов уже невозможно, потому что власть обезумила вот этой безнаказанности совершенно, вот это того, что они творят, что хотят, в головах уже непонятно, что такое впечатление, что они какие-то таблетки вот дают, как бы, да, и они несут вот ежедневно какую-то ересь просто. Вот каждый день, послушав любого, как бы, представителя российской власти, они просто безумны, вот реально. Я не специалист в медицинских, собственно, показаниях, как бы, ну, это же видно. Видно, но очевидно тоже не все места до сих пор поддерживают. Очевидно это только для тех, кто живет за рубежом, никто не в большинстве. Те, кто... Слушайте, я знаю огромное количество, на самом деле, русскоговорящих, они не обязательно из России, да, но вот за пределами, значит, Российской Федерации те, кто смотрит российский телевизор, вот они, собственно говоря, все, как бы, там же вот эта вот вата, так называемая. Думают, как российский телевизор. Да, безусловно, ну, так я вот, мне по деятельности приходится не смотреть телевизор, ну, какие-то ютюбные, значит, вещи или какие-то уже заявления, я, собственно, читаю такие вещи, смотреть не могу, честно говоря, тошнит, вот. А они сидят и смотрят, как бы, все эти вот там безумные эти политические шоу, которые действительно обсуждают не российские проблемы, а как что у вас тут в Украине. Ну, какая вам разница, называет, ну, займитесь своими проблемами, слушайте, там огромное количество проблем. Вот я живя 14 лет в Великобритании, в Великобритании огромное количество собственных проблем, вот реально. Это вот как кажется, что там все прекрасно и замечательно. Нет, ну, как бы, ну, и правительство занимается этими вопросами, но в то же время правительство, как бы, и достаточно активно на международной арене. Ну, в последние годы мы с санкциями, например, пытаемся вот заниматься продвижением этого, потому что это очень сложно, и очень, на самом деле, сложно объяснять политикам. Они все вроде понимают, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, вот, они не могут какие-то жесткие меры вводить. Я говорю, ребят, ну, это же тогда получается, что вот санкции ввели, отлично, но надо же продолжение такое, чтобы было, как бы, грубо говоря, обложить этот преступный режим со всех сторон. А получается, что вот те вот санкции, которые изначально, может быть, и работали, на сегодняшний день, они прекрасно обходятся Путин и его окружением. Ну, допустим, вот есть, значит, какой-то, ну, не знаю, там, пусть будет, министр, пусть будет, да, вот он находится в санкционном списке. Ну, так они что делают, собственно говоря, они берут и паспорта выдают на другие фамилии, понимаете? Дипломатические паспорта на другие фамилии. И, соответственно, как бы, официально, а ведь по закону в европейских странах привыкли вообще-то действовать, работать, тем более правоохранительные органы. И ничего не могут сделать. И вот они приезжают в Лондон, ходят, значит, разбрасываются своими, значит, миллионами, и все замечательно, и никаких вот последствий не может быть. Санкции не для всех. Ну да, не для всех. В этом контексте, как вы видите, в принципе, будущее России в ближайшие годы, так как вы говорите о том, что там уже выстраиваются системы. Вот это сколько? Давайте мы о сроке поговорим. Ну, лет 20 хотя бы. Лет 20. Я даже не буду загадывать. Не о чем говорить. Нет, смысла никакого нету, потому что, на самом деле, либо может все стремительно поменяться, и без, скажем так, вот, какого-то там анализа, потому что, ну, слушайте, они действительно доходят до того, что они уже хватают там на улицах людей. Я же не говорю уже там по крупных городах, а что говорить про, значит, там маленькие населенные пункты, там люди вообще не могут никаких, никаким образом защитить свои права и свободы. Просто никаким. Если здесь хотя бы как-то там блогеры, да, или вот социальные сети, которые, в принципе, стали уже СМИ, потому что, опять-таки, ориентироваться на то, Иностранными агентами. Иностранными агентами. Ну, теперь как знак качества уже какое-то идет, да, получается. Вот сегодня, значит, буквально за несколько минут до нашей встречи мне сообщили, что на одного из моих друзей, Роман Доброхотова, который, значит, главный редактор издания «Инсайдер», который публикует с Беренцким разные как бы расследования, да, его сегодня признали иностранным агентом. Ну, «Инсайдер» уже признали иностранным агентом, ладно, а сегодня его, ну, окей, ну, признать, ну, что, ну, список, вот, это действительно знак качества, значит, правильно все делает человек. Все, кто не хвалят власть. Это значит, да, 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 это значит, все удачно и все хорошо, значит, в правильном направлении мы идем. Подозреваю, что ответ будет, конечно, нет, но россияне не готовы возвращать Украине Крым? Нет, не готовы. Не готовы, на самом деле, и это, опять-таки, не потому, что они там не хотят, они по-другому не думают, они не могут уже по-другому не думать, потому что им вдолбили в голову, что, значит, Крым, это вот их почему-то. Весь мир твердит о том, что нарушено международное законодательство и не признает, собственно говоря, как бы эту аннексию, а там, получается, там Стокгольмский седром по полной программе, то есть люди совершенно уже не понимают, что происходит до той степени, что вот показывают пальцем, что это враг, значит, все, значит, он враг. Они даже не думают и не анализируют, они просто... Рабская психология, она вот вернулась. Вот это возвращение в советский, в этот совок, в советский период, оно вот произошло за последние, наверное, примерно вот 10 лет. Все-таки в начале путинского правления такого, в общем-то, не было, хотя отголоски, конечно, были, но мы не думали, что так стремительно просто вернется вот в этот совок, там Андропович, ну, как бы, и все остальное. Ну, вот так получилось, ну, что теперь надо вот как-то выходить из этого положения. Есть какие-то прогнозы, когда Украина и Россия смогут стать адекватными мирными партнерами или быть нам вечно врагами? Нет, партнерами адекватными станут только тогда, когда в России как бы сменится режим, а не Путин на кого-то там. Вот. Но, на мой взгляд, опять-таки, в связи с тем, что там оппозиционные граждане перепробовали все законные методы уже сейчас, вот за все эти годы, да, и просто, ну, уже, просто других мы все перепробовали. Осталась только действительно одна возможность вместить этот режим. Это все-таки такая жесткая, совершенно санкционная политика, которая, в принципе, почему-то не делает сама Украина, воюя, уже восемь лет, как бы, да, с режимом Путина. Почему, вот, я вот хожу по улицам-то здесь, почему Сбербанк здесь открыт, я не понимаю, почему здесь Сбербанк находится, Путинский банк находится здесь, или Альфа-банк. Это ближайшая, собственно говоря, как бы оплот, как бы, системы Путина. Почему здесь открыто? Почему это не закрыто, не национализировано, и вообще сюда пускают людей, которые имеют отношение к российской власти? Объясните, вот вы можете это не объяснить? Для меня это такой же вопрос, как и для вас. Могли бы вы в завершение отдать какой-то совет украинцам, которые все еще исповедуют риторику, мы единая страна с Россией, мы должны дружить, мы должны быть в вечернем отношении? Да и для таких людей просто им надо проснуться. Советский Союз, слава богу, рухнула уже 30 лет назад. Ну, слушайте, сколько можно жить этим пережитком прошлого? Вот, между прочим, Великобритания отказалась от этой имперкости очень давно. Вчера одна из бывших колоний, вместо монархии стала республика. Я даже сейчас забыл, какая там, какое-то местечко. То есть все, это как бы у них, то есть королева теперь не является номинально главой государства. Значит, представитель королевы, которая была, она сейчас, вчера приняла присягу и стала, в общем-то, президентом. То есть вот на переходный период. И никаких проблем. В Великобритании этого нету никаких вот там, ах, мы потеряли, мы как-то что-то еще. Да нет, откажитесь от имперкости и у вас все, и занимайтесь, на самом деле, строительством своей демократической страны. И тогда все наладится внутри страны. Ну, а с Россией, здесь, конечно, с путинским режимом необходимо призывать международное сообщество для того, чтобы была помощь, потому что Украина действительно не в состоянии с таким монстром вообще в одиночку сражаться. К сожалению. Надеюсь, что к вашим советам прислушаются и в России, и за границей, и в нашей Украине. Тоже спасибо за то, что сегодня поделились своим мнением. Андрей Сидельников был в гостях на Майюэ. И спасибо, что вы были с нами. Спасибо.